Этого события рязанские любители футбола ждали около двух лет. Крытый футбольный манеж рядом с Академией единоборств построили по федеральному проекту «Спорт. Норма жизни». В этот день свои спорткомплексы в рамках Международного форума «Россия. Спортивная держава», активно поддержанного президентом Владимиром Путиным, открывали семь регионов страны. Где-то бассейн, где-то лыжероллерная трасса, футбольный же объект только в Рязани. Сегодня манеж уже готов принимать спортсменов, а их будет немало. Все, что сейчас в процессе тренировок становится понятно, чего не хватает, что лучше, что усовершенствовать, добавить, доделать, мы все это обязательно будем делать. Никогда нельзя останавливаться, но все-таки самое главное, что манеж запущен, теперь здесь будут проходить тренировки. Я думаю, что востребованность будет очень большая. Мы давно ждали такую возможность тренироваться в любую погоду, в любое время суток. И, как я говорил, именно здесь, наверное, будут коваться наши будущие победы. Но и самое главное, на кого ориентирован этот манеж, здесь в первую очередь будут заниматься дети и воспитанники спортивной школы. Кроме, собственно, поля, здесь есть административное здание с раздевалками и тренажерными залами. В самом ангаре установлены системы вентиляции, дымоудаления и отопления. Здесь есть даже сборные трибуны на 52 человека. Сам же газон последнего поколения. Первыми его опробовали воспитанники спортшколы «Олимпийц». Первые ощущения, мне поле нравится, мягкое. Прежде всего, оно мягкое, потому что это очень важно для здоровья ребят. В общем, первые впечатления, конечно, хорошие. А остальное, это, наверное, уже по ходу того, как будем заниматься и что-то исправлять, допустим, если что-то будет не так. Общая площадь спорткомплекса – 8 тысяч квадратных метров. Его отдадут вновь создаваемой структуре – государственному автономному учреждению «Футбольный клуб Рязани». И использовать манеж будут как юные футболисты, так и профессионалы.